Катфайль Продюсер Стефан Смолвуд Режиссер Кен Гриф На этом все Его покаяние закончено Пойдем, брат Адам Твои грехи прощены Его душа очищена Его раны грязны О, брат Катфайль, пожалуйста А, так ты способен чувствовать боль Я должен был подвергнуться наказанию Мои мысли были такими неизменными Твои мысли были твоими собственными И не было нужды раскрывать их в таких жутких подробностях Брат Катфайль Ты нужен отцу-настоятелю Он уже вернулся в аббатство? Нет, нет, он еще в половине дня пути отсюда Но сообщает, что нуждается в твоих знаниях Я подозреваю, что он имеет в виду твои бальзамы и мази Очень хорошо Я должен исповедоваться до праздника Первые паломники уже у ворот Минимум дюжина И все у вечные Ну, что еще ожидать от дня коллег? Бросай! Да, вот так хорошо Почти готово Потяни! Выше, выше, выше! Вот так хорошо О, выглядит хорошо Давай, парень Ну, парень, тараща глаза, ты никого не вылечишь Ой, извини, извини Я уж и так нежно, как могу Я не возражаю против боли Я сам ее выбрал Я могу ее вынести, Люк Могу Зачем ты хочешь переносить боль? Молодой Керан возвращается из покаянного паломничества С босыми ногами и храбрым сердцем Его брат Люк идет с ним, чтобы поддержать Морально или физически? Люк поддерживает меня всеми средствами Когда я падаю, он заставляет меня подняться Когда я медлю, подгоняет Ясно И куда? Остров Инис Энли Я там родился И это там, где ты умрешь? Керан неизлечимо болен, и надежды нет Если тело спасти нельзя, хотя бы его душа очистится Ты знаешь название этой болезни? Ну, ты был в лечебнице? Он умрет в любом случае Твой крест Он тяжелый? Печевка такая тонкая? Это часть его эпидемии, брат Адам И, соответственно, заслуживает уважения Хотел бы я, чтобы все наши послушники могли бы видеть это паломничество Но, к сожалению, путь Керана не лежит в Шрусбери А следовало бы, думаю Эти порезы сильно инфицированы Не могли бы мы уговорить тебя пойти с нами? Ну, хотя бы до конца праздника У меня было бы хоть немного времени подлечить эти раны Праздника С другими паломниками Как минимум сотней И все больные, и калеки Тогда мы пойдем за вами в Шрусбери Дармиторий для паломников заполнен Закройте ворота Но осталось место во внутреннем дворе, брат Отец-настоятель принял бы остальных, я уверен Пока он в отъезде, я решаю, кого пускать и кого нет В этом году их слишком много Закрыть ворота Отец-настоятель возвращается, брат Позвольте выйти Мы паломники Откроем Благослови тебя, Господь, брат Благослови, Господь Стой здесь Мешок там, в середине Заплачу, как только получу мешок Или я мог бы Спросить цену Если бы ты присоединилась ко мне За Элли Только кружка Эля с моей сестрой Да? А? Отвяжись от меня, калека! Да я убью тебя! Уолтер, пожалуйста Мои ноги! Вот Забирай свой мешок Позволь помочь Вот так Не больно? Да Я должен идти к брату Вставай Давай, Керан, давай! Блаженный мир и покой Порядок процессии составлен Рака Святой Уиннифред готова Как мы и договаривались А паломники? Отче Где паломники? Ну, большинство из них На улицах города Они должны быть в аббатстве И наслаждаться нашей защитой Да, но, отче, гостевые покои полны Тогда разместите их на внутреннем дворе И в сарае Но откройте двери опять И примите их всех Брат Приор Думаете, я должен стоять в очереди с коллегами Чтобы дотронуться до святых мощей? Нервы нужно лечить Не мне Моя участь уже решена Эти раны нужно промыть Перед тем, как я вычищу эту кровь Позволь мне снять этот крест Нет Оставьте его Хорошо, успокойся Я не хочу вреда, Керан Я не снимал его Ни на секунду Брат Котфайль подтвердит Верно? Да, конечно Но ты должен позволить мне лечить твою шею Там, где шнур ее натер И твои ноги кровоточат Ты не сможешь ходить по крайней мере три дня Мы останемся на это время Я сказал Мы останемся Сюда, братья Берите одеяло Держите Вам налево Добро пожаловать Берите одеяло Вон туда Налево, налево Одеяло для вас Могу я помочь вам? Брат, ты напугал меня Тогда извини меня Ты что-то ищешь? Мы все что-то ищем Не так ли, брат? Мы пилигримы Мы бедные, потерянные души Да, ты, может, и потерян Но ты не выглядишь очень бедным В этом нет греха И ты, очевидно, не калека Зачем ты пришел в этот святой день? А Да, я У меня есть кое-какие реликвии, которыми ты можешь заинтересоваться Обычно я продаю моим друзьям по странствиям, но если ты заинтересуешься Нет, остановись Что бы ты ни продавал, у нас есть мощь и святой Уиннифрид Нам не нужны другие? Спасибо Ты брат Катфайль, не так ли? Действительно, это я Симеон Багат, торговец из Уорвика Ну, мне сказали, что ты можешь найти комнату внутри аббатства В лазарете или гостевом зале Один дурак сказал мне, что я должен спать во дворе Дурак был прав Ты неправильно понял меня, брат У меня нет желания спать на холоде Так же, как и у многих других Ты испытываешь мое терпение, монах Ты исчерпал мое гостеприимство, торговец Мелангел Вернись сюда Иди ко мне Держись от них подальше Отец-настоятель хочет, чтобы всем было тепло и сухо Брат Катфайль, неужто ты хочешь пустить всех этих людей внутрь? Давайте, все вы Заходите Проходите Есть много места Много места для всех вас Проходите Сюда Благослови тебе, Господь, брат Я заплачу тебе утро А как насчет выпивки? Отстань Брат Приор, они в теплой комнате Что? Что? Вон! Вон все вы вон! Это комната не для паломников Поднимайся! Вон! Уходи отсюда! Вам не дозволено здесь быть! Сейчас же убирайтесь отсюда! Убирайтесь вон! Это невыносимо! За что нас? Поторапливайтесь! Вон! Вон! Шевелитесь! Если вам нужно тепло Там превосходная жаровня для вас Здесь холодно! Это не по-христиански! Посмотри, они оставили эти грязные мешки Мне что, пустить их обратно? Нет, нет, нет Оставьте их снаружи Теплая комната Привилегия бенедиктинцев Эти сранники не имеют права входить Что это? Что не набрали, пока путешествовали? Нет, нет, это здесь Это тут так воняет Вонь действительно ужасная Позови, отца настоятеля Да, брат Приор Кто хозяин этого мешка? Кто хозяин этого мешка? Отвечайте! Так, я хочу, чтобы все вы вышли отсюда Покиньте эту галерею сейчас же Все вы! Что это, брат Приор? Что? Что вы нашли? Это неописуемо Неописуемо Кто этот человек? И как он сюда попал? Боюсь, не так-то легко будет выяснить это сейчас, отче После того, что случилось, когда он был найден Приором Робертом Я позвал отца настоятеля, что еще я мог сделать? Все, что я сказал, что мне жаль И ничего кроме этого Но, думаю, жаль, что ты позволил всем пилигримам просто выйти из комнаты Я должен был держать их заперти здесь, где они не имели никакого права быть? Учитывая то, что среди них может быть убийца, это было бы хорошей мыслью Что ты имеешь в виду, брат? Отче Я уверен, вы согласитесь, что необычно бродить с мертвым телом, увязанным в кожаный мешок Но прежде чем я смогу сказать вам больше Я хочу изучить его более тщательно Храни нас, Бог Прости за недостаток гостеприимства, Хью, но мы обнаружили важного гостя Обнаружили? Да Увязанного, как жареная дичь, и спрятанного внутри этого старого мешка Чего мешка? Пилигрима Одного из многих в аббатстве Конечности выглядят так, как будто они были сломаны Его суставы раздроблены Но ты сам видишь, этот мешок не такой большой Если тело остыло, как еще засунуть конечности в мешок? Мы должны забрать его отсюда и похоронить незамедлительно Со всем должным уважением Не хороните пока Он воняет Это потому, что он мертв уже некоторое время Как долго? Неделю, может больше Погода стояла холодная Отче, вы согласны со мной, что этот труп должен быть похоронен? Отче! Возможно, среди нас убийца здесь, в аббатстве Никому не покидать аббатство, пока не узнаем правду Которую только он может сказать нам Если его похоронят, мы никогда не узнаем, что случилось Что ты предлагаешь, брат? Мост и тоникус Что это? Это чан, заполненный уксусом, и тело, которое в нем вываривают Пока плоть не отделится от костей Мне нужно изучить череп Это не обсуждается, брат Котфаэль Мост и тоникус для высокопоставленных персон, которые умирают вдали от дома Мы не знаем его положение в обществе, или хотя бы где он жил и где умер На мой взгляд, отче, кости могут быть похоронены с таким же почтением, как и все тело А мост и тоникус позволит мне внимательно изучить этот череп Что ты ожидаешь найти? Думаю, трещину сзади черепа Удар по голове? Это бы соответствовало крови и слизи из его носа, засохшим вокруг рта Чем больше мы говорим об этих отвратительных деталях, тем больше становится вони Могу я распорядиться насчет этого тела, отче? Можно я сделаю свою работу, и все мы будем довольны? Мы отдадим честь костям этого человека Но я тоже хотел бы больше о нем знать Отлично, Котфаэль Приступай Я жду твоих выводов Кто ты, старик? И как ты умер? Котфаэль 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 Тело мертвого человека Возможно, наш собрат, паломник, хорошо запакован В мешок Изуродованный Сгнивший Ужасный Закройте ворота На запор их Никто не должен уйти Вы не можете этого сделать Дайте нам выйти А теперь мы все Здесь, в ловушке Не только с гниющим трупом Но также И с убийцей Кто знает, кого из нас постигнет та же участь И кто закончит жизнь, истекая кровью Это работа дьявола Да, верно Глотая воздух Умирая В мешке Никто не в безопасности Мы должны бодрствовать и защищать друг друга Или иначе Будем взяты из этого мира и брошены в яму Проклятие Что до меня То я уповаю на Господа И Мощи, которые Защищали меня последние 35 лет Подходите ближе И посмотрите, что у меня есть Из холодного Мертвого черепа Святого Матфея Из Харрогейта Который, как все мы знаем Был убит Злым лордом Таристоком Когда пытался защитить Малых детей Своей госпожи Кто хочет купить локон с головы мученика А сколько ты за него хочешь Кошелек Ты должна его вернуть Я могу взять и отдать его старику Если ты не можешь сама взглянуть ему в глаза А, я знаю Я дам кошелек тебе А ты его присвоишь Нет А потом расскажешь каждому монаху Что я воровка И они сдадут меня шерифу Это не то, что я называю правосудием Как ты убедишься А сейчас я хочу Чтобы старик получил свой кошелек назад Кошелек И больше ничего? Да Есть кое-что Что я хочу Как тебя зовут? Мелангел А меня Люк Помолись вместе со мной Помолиться? Убийство Вероятнее всего Видите? Здесь череп был расщеплен Как я и думал Мост иутоникус А ты всего лишь нашел то, что и так знал? Ох Это подтверждает, что этого было достаточно Чтобы убить человека Ударом по голове, который мог быть несчастным случаем? Да, это могло быть несчастным случаем Но, как я уже сказал Зачем прятать результат несчастного случая В старый кожаный мешок? Конечно, могут быть и другие признаки того, что это было убийством Я не могу их найти, пока не сложу все кости Между тем, очень важно Чтобы все пилигримы Оставались в аббатстве А между тем, мы должны Жить в страхе за наши жизни Пока брат Котфаэль закончит? Отец-настоятель Ворота сегодня заперты И я поставил у них охрану Пилигримы должны выйти со святой Уинфред Когда ее раку вынесут из аббатства на день коллег Если мы запретим пилигримам передвигаться Они перестанут быть пилигримами Кроме того, нет места, чтобы разместить их Что-то нужно найти Мне нужно, чтобы всех подозреваемых держали в пределах досягаемости Пока мы не узнаем, кто виновник Должно быть место в сарае или колокольне Они предназначаются не для размещения паломников Их предназначение такое, как решит отец-настоятель Откройте колокольню и заполните кладовую У тебя есть остаток ночи и весь завтрашний день, чтобы выяснить все, что сможешь Но когда ворота откроются для святой Уинфред, они откроются для всех Есть кое-что, что я обнаружил Этот крест Когда котел был опустошен и плоть отделили от костей, он был найден среди ребер Пока тело было в котле, он был совершенно незаметен Как ты можешь это объяснить, брат? Боюсь, не могу, отче Двигайтесь по лестнице! Двигайтесь! Идите туда, пожалуйста Правильно, поднимайтесь наверх Но мы не видим, что там наверху Мы не можем спать так высоко С дороги, это мое место! Ты что, не видишь мою ногу? Уолтер, прекрати! Ты думаешь, можешь помыкать мной? Вы должны извинить моего брата Все в порядке, спасибо Приятных снов Сядь Я так устала Человек с бородой вор Если бы я мог только доказать это Что? Симеон Багат? Он себя так называет В последнюю встречу он себя называл Джона Пуэром О, где это было? На ярмарке в другом конце страны Исчезли кошельки И он так же Так что? Он вор Разве это делает его убийцей? Исчезли кошельки Он вор Он вор Он вор Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Так, мы знаем, что он хромал Ты видишь, как кость срослась после перелома? И правая нога была короче, чем левая Это очень старый перелом Смотри, как он зажил, когда он был еще жив Хромой человек здесь на День коллег Нет Ты навел меня на мысль Его принесли в аббатство уже мертвым Зачем? Последнее паломничество, устроенное для него теми, кто нес его Он, конечно, мог начать путь живым и быть убитым по дороге Есть много возможностей И затем кто-то решил положить это в котел Вероятно, они могли бы захотеть забрать его Но они не знают, где его найти Если бы только у меня было столько же фактов, сколько костей И как много у тебя фактов, брат? Два Он мертв немногим более недели И его положили в мешок в День смерти Когда его конечности уже окоченели Брат Тебя хочет видеть отец-настоятель Он разрешает Кэрена уйти Парень, ты остаешься здесь И не оставляй эти кости Никто в аббатстве не вне подозрений Кэрену позволено уйти, если таков его выбор Его невиновность так же очевидна, как и его раскаяние Он ничем не отличается от других паломников Он послужит примером того, что мы ко всем отнесемся хорошо Нет сомнения, что такая смиренная и самоотверженная душа вообще не может быть вовлечена в преступление Конечно, не такое ужасное, как убийство Он богобоязненный молодой человек, брат Катфайль, ты сомневаешься в этом? На мнение брата Катфайля влияет его расследование Я верю, Кэрен невиновен И я намерен позволить ему уйти, когда он захочет Более того, я решил предложить мою помощь Я дам ему одно из моих колец На нем эмблема епископа Винчестерского И оно позволит беспрепятственно следовать через Уэллс Спасибо, отец-настоятель Оно даст тебе больше защиты, чем твой брат может даже надеяться дать Значит, я могу покинуть аббатство? Да Твой брат тоже, конечно Твой брат может свободно выйти Но если ты настаиваешь на немедленном уходе Ты должен позволить мне позаботиться о твоих ногах Приходи в мою мастерскую Оу Входите Мой брат Уолтер не может спать Из-за боли в ногах Не могли бы вы дать мне снотворного? Почему бы тебе не позволить мне осмотреть их? Может, я смогу что-нибудь для тебя сделать? Просто оставьте это, святой Виннифред Дайте немного маковой настойки Пожалуйста, Уолтер Для меня Позволь ему осмотреть тебя Проходи и садись Ты хромой от рождения? От рождения? Нет Ну, расскажи ему, Мелангел Расскажи ему, как ты чуть не убила меня Я отпустила его, когда мы играли на реке Течение подхватило его и... И его ноги тащило по камням Я чуть не утонул Мои ноги раздробила Были видны кости, белые, среди крови Я ухаживала за ним, как только могла Неделями кормила его, мыла его Но ты не могла исправить мои ноги Они бесполезны, как и тогда, когда я выпал из реки Я делала все, что могла Недостаточно Я не могу обслужить себя Или на это надеяться Это моя вина в том, что брат пострадал Я отняла жизнь, которая должна была у него быть Он взял взамен мою Ты поклялась Положив свою руку на крест в Хорефорде, ты пообещала заботиться обо мне Это я и делаю Каждый день, каждый час я рядом с тобой Чего еще ты хочешь от меня? Я думаю, твоя проблема может крыться в твоих сухожилиях Но они не кажутся стянутыми Просто дайте мне маковой настойки Я сказал тебе прийти ко мне Возможно, твои бедные ноги не смогут преодолеть даже небольшого расстояния Я не собираюсь ходить ночью Возможно, завтра Когда вы покидаете нас, не правда ли? Спросите Люка Ты сказал, вы собираетесь вернуться домой Туда, где вы родились В Уэллс Там живут ваши родители Они умерли много лет назад Оба И ты идешь домой, чтобы соединиться с ними в смерти Но, боюсь, мне не слишком нравится то, чего можно было бы избежать Я не хочу превращаться в груду костей Как то тело, что мы нашли в мешке О, прости, я причинил тебе боль? Тело Теперь кости О, да Только кости На столе Ожидают похорон О, прости меня Ты не должен позволять моим болезненным фантазиям отвращать тебя от цели Да, я боюсь Что мои собственные кости скоро сгниют в земле Где то кольцо, что Аббат дал тебе? Что? Кольцо Аббата Где оно? Не знаю Его забрали Забрали? Кто? Я не видел Ты не видел? Это личный подарок от самого Аббата И ты даже не знаешь, кто взял его? Я спал Когда проснулся, кольца не было Но его не могли легко снять Я вижу, как ты поранен Как ты мог спать после этого? Я не знаю Но я спал Брат? Брат Идите скорей Что? Лазарет не место для пилигримов Он сказал, что здесь делает? Пока нет Я заблудился Правду Это и есть правда? Нет Правда это то, что я вытрясу из тебя Я просто пытался найти выход из Аббатства Я боялся за свою жизнь Что? Ты боялся? Убийца с нами В этих стенах И вы держите нас здесь Взаперти с этим ненормальным Присланным из сада Чтобы перерезать нам глотки Здесь малые дети Женщины тоже Они не заслуживают чувствовать Как их кровь хлещет из горла Пожалуйста, брат Отпустите нас Пока кого-нибудь еще не зарезали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или слышать что-то Я слушал Бога Тебя ударили по голове Тебя ограбили Твой кошелек срезали с твоего пояса Посмотри Ты потерял свой кошелек? Нет, я ничего не терял Тогда почему на тебя напали? Торгуец Симеон ничего не сказал. Он не помнит ничего с момента, как покинул лазарет. Да, после событий прошлой ночи, я бы сказал, что самый подозрительный – мальчишка на костылях. Но ты забыл, чем торгует купец? Он продает реликвии. И серебряные кресты, как тот, что был в котле. Да, но никто из пилигримов и близко к котлу не подходил. Только бенедиктинцы были в лазарете. Но никто в аббатстве не вне подозрений. Что еще может продавать такой человек, как Симеон Багат? Кости. Такие, как он, всегда утверждают, что это палец одного святого, ребро другого. А значит? Значит... Симеон Багат берет кости у людей, которых убивает. Таких людей, как тот старик в мешке. О, возможно, но зачем таскать за собой целое тело? Я имею в виду, что он мог бы его выварить перед тем, как притащить сюда. Полагаю, что мог. Удвоить стражу в ворот. Давай туда. Ты стояла на коленях с этим боголюбивым дураком? Люк хороший человек. Не такой, как остальные. Но не лучше, чем дюжина тех, что были у тебя раньше. Не дай себя обмануть его приятной внешности, его крепкому ладному телу. В душе он сумасшедший. Ты его видела утром? Нет. Почему? Что случилось? У тебя что, ничего нет для меня сегодня? Ты когда-нибудь думаешь о чем-то, кроме воровства? Я не могу себе этого позволить. Мы не можем себе этого позволить. Держись подальше от этого люка. Его послал дьявол. Его посетят видения, и он заговорит на иных языках. Никогда. Никогда не воображай, будто Бог знает твои грехи, и тебе не нужно каяться в них. Ты познаешь себя через покаяние. Только через искреннее покаяние ты можешь найти путь. Ты понимаешь? Адам! Пошли, парень! Для тебя есть работа! Ты не найдешь мира, работая. Мир ты обретешь только через покаяние в грехах. Вскоре мы еще поговорим. Да. Да, пожалуйста. Адам, тебе не нравится устав святого Бенедикта? Что ты, брат? Мы плохо учим тебя. Может, ты предпочитаешь, чтобы Люк был твоим наставником? Нет. Кладите ваши денежки сейчас, я в этом хорош. Так, так. Хорошо. Хорошо. Кости. Мои. Не просто калека, а жуличающий калека. Брат Приор, быстрее, сюда, сюда. Что здесь происходит? Азартные игры? Азартные игры в этом святом месте? Вон! Все вон! Уходите! Уходите! Прочь отсюда! Вы паразиты! Уходите! Уходите! На своих ногах! Уходите! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну, подожди. Я оставил это в лазарете. Сейчас я принесу. Милангел, я... Ты... Милангел! Я могу уйти. Милангел. Да, можешь. Отец-настоятель ясно выразил свои желания. Так ты хочешь уйти сейчас? Или подождёшь рассвета? Я подожду немного дольше, чем собирался. Да. Я уйду, когда наступит время. Люк знает, что вы нашли его? Нет. Ещё нет. Не говорите ему. Кольцо моё. Оно должно помочь мне в моём путешествии. Чьей идеей было это паломничество? Я знаю, ты паломник. Но, кажется, твой брат единственный, кто верит в силу покаяния. Мы оба верим в это. У Господа план для каждого из нас. Да, мой друг? Правда, правда. Да, ты прав, мой друг. Мелангел, послушай меня. Я молился долго и упорно. Я знаю, что должен делать. Что? Просто послушай. Я скоро умру. Люк нет. Он должен остаться с кем-то, кто сможет учиться у него. Он должен остаться с тобой. Он не захочет. Я знаю это. Он дал обед. Так же, как и я. Этот обед должен быть нарушен. Завтра, в святой день, будет рядом с Люком. Как только ворота откроются, я уеду в Элс. Один. У меня есть кольцо Аббата. Оно защитит меня. Оно пропало, но теперь опять нашлось. Это знак, что я должен идти. Но ни слова Люку об этом. Пока я не уйду. Ты будешь с Люком завтра? Да, я буду с ним. Святая Винни, Фред. Аллилуйя, спаси нас. Аллилуйя. 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 Время открыть ворота. Спаси меня. А нам дай спокойно спать в своих постелях, зная, что убийца ушел. Убийца, которого тебе не удалось поймать, брат Катфайль. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Все эти годы я потратила на тебя. Просто послушай меня. Нет, я сыта по горло твоим враньем. Я собираюсь быть человеком, который говорит правду. Я прошел только три шага. Это должно быть присутствие святой Винни, Фред. Мелангел. Я не могу продолжать один. Мелангел, пожалуйста. Мелангел. Люк, пойдем вперед. Давай держаться поближе к святой Уинни, Фред. Где Керан? Я видела его на ступенях аббатства. Не беспокойся о нем. Останься со мной. Мы теперь можем быть вместе. Люк. До свидания. Уйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Прости, брат, я очень сожалею Помолчи, дай мне подумать Иди и найди Хью Берингера Расскажи ему, что случилось Будем надеяться, у нас еще есть время поймать торговца Торговца? Да, Хью Берингер был прав Симеон Багат убийца Но вы говорили, это был Уолтер Я думал так, пока не увидел его снаружи прямо сейчас Так что он не мог похитить Костю Сейчас, беги быстрее Давай Давай Люк, вернись внутрь Без Керана, нет Где он? Он ушел Теперь ты можешь забыть его Ушел? Куда ушел? По дороге Уэллс Он не мог уйти без меня У него кольцо Аббата Так что ему ничего не угрожает И я могу быть твоей ученицей Не ходи за ним Он хотел, чтобы ты остался со мной Он сказал, что ты должен отказаться от своего обета Мастер Люк Мастер Люк Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это чудо, брат? Дима Торзок Что за чудесный святой день, брат Катфайль? Так будет всегда? Так или иначе, Адам, я очень сомневаюсь в этом Спасибо Спасибо, друг Спасибо Не имеет значения, мало или много Ваши деньги благословлены Здесь потрогайте Я живой человек Твоя игра может одурачить эти бедные души Но я знаю правду Если ты не вернешь их деньги назад Я скажу им, что ты самозванец Они разорвут твои ноги на кусочки Он самозванец Самозванец Он обманул нас Но я исцелен Обманщик Вор, верни мои деньги Верни мне мои деньги Я сломаю тебе ноги на самом деле Я хочу деньги назад Самозванец Хорошо, хорошо Вот ваши деньги Я была так глупа Мы все иногда ошибаемся Именно тогда мы должны признать наши грехи И искать очищение души Люк бы знал, что сказать Люк Кто ты думаешь сделал это? Он ударил меня Но Люк хороший человек О, он заставил тебя так думать Добрый человек Мудрый и благородный Я видел, как он помогал твоему брату ходить Когда он еще был калекой? Да, он обхватил Уолтера своими сильными руками И помог ему пройти через двор Как он помогал ходить своему собственному отцу Но его отец умер много лет назад Нет, он умер немногим более недели назад Люк сказал тебе это? И он был хромой? Так он сказал Отец калека Умерший неделю назад? Где Люк сейчас? Отправился за своим братом Уэльс У него с собой был мешок? Нет, он ушел ни с чем Тогда Костя у Керана Адам, разыщи Хью Берингера Скажи ему ехать в долгий лес Туда, где его пересекает дорога в Уэльс Я думаю, Костя у Керана И крест Давай, парень, поторапливайся Нет, брат, ты ошибаешься У Керана нет креста Он у меня Приказ шерифа Все мешки пилигримов должны быть осмотрены Давайте, вытряхивайте их Что вы ищете? Мы ничего не сделали Мы ничего не взяли Мы ничего не украли Я не собираюсь тратить на вас целый день Назад, давай Вытряхивайте все Слезай, пока мой сержант не стащил тебя Ладно, вы двое можете идти Что вы ищете? Что? Где они? На дне? Да, я их вижу Кости убитого тобой человека Ты правда думал, что сможешь убежать от Бога? Люк, пожалуйста Прости меня Ты откликнулся на зов дьявола И должен быть наказан Прости меня Пожалуйста Не я должен тебя прощать Я не нарушила бета Зачем убивать меня? Мам! Зачем? Почему бы тебе не ответить твоему брату? Я нашел это Снаружи Вижу остальное у вас Ты убил его Все, что я знаю Указывает на тебя Кости свидетельствует, что у этого человека Одна нога была искалечена Это значит, он хромал И я слышал, Милангел Рассказывала, как Люк Заботился о своем хромом отце Твоем отце, Керон Ты убил его? Где крест? Ты видишь все ценности, что у меня есть Обыщи его С пристрастием Твоя вина Означает смертный грех И зачем забирать кости Если только ты не хочешь спрятать их Я хочу похоронить их Я хочу похоронить моего отца в Уэлсе Где он родился Вот в чем я поклялся И собираюсь выполнить Это была твоя идея? Это покаянное паломничество Даже этот тяжелый крест на его шее Мой брат дал обет Мы договорились Если он нарушит хоть часть него Я должен забрать его жизнь Не тебе забирать чью-либо жизнь Как смеешь ты изображать из себя Бога? Это то, что ты сделал, когда сорвал кольцо Аббата с пальца своего брата? То кольцо, которое Уолтер украл у тебя? Я! Я исполняю промысел Божий! Божий промысел? Да ты не достоин даже упоминать о нем Не то, что действовать от его имени Что бы Керон ни сделал Не тебе выбирать ему наказание Но я заслуживаю смерти Котфайль Я убил нашего отца Это не человек Нет, это осел Как и вы Лорд Беррингер! Лорд Беррингер! Пойдемте скорее! Вы нужны брату Котфайлю! Вперед! Живее! Я толкнул его И он упал с лестницы Он ударился головой Ты столкнул своего отца с лестницы? Мы боролись Он сказал, что я становлюсь таким же сумасшедшим, как мой брат Но это не было сумасшедствие Это была правда Наконец Я смог увидеть Божью правду Ты наконец пришел ко мне А отец не захотел А теперь он горит в аду Ты сказал, твой отец ударился головой? Он умер сразу? Он был жив Но он не приходил в себя Люк остановил кровотечение Я пошел за помощью И когда вернулся Он был мертв Я убил его Я убил его Я не могу Закончить Это паломничество Прикончи меня сейчас Ты не тронешь своего брата, пока я здесь Месть должна принадлежать мне Месть принадлежит Богу Отправление правосудия Лорду Берингору Убьешь ли ты своего брата Пока он носит крест Твоего отца Это не отцовский Это крест Люка Твой? Но он был найден в чане С костями С костями твоего отца Ты положил его туда, Люк Люк Он нуждался в защите во время путешествия Какого путешествия? Не путешествие в Уэльс Это не было найдено в мешке с телом Это было найдено Если только Это Не было внутри Самого тела Я был очень глуп Кровь у него во рту текла не из носа Не так ли? Она шла горлом Я прав, Люк Отвечай Да, это была кровь из его горла Лучше кровь, чем Вонючая желчь его богохольства И этим ты заставил его замолчать? Ты засунул это ему в рот? Я дал ему символ Божьей любви Ты задушил его, просовывая этот крест в его горло Пришло его время Не пришло Он был еще жив Этим крестом Ты убил его Ты Это паломничество Было бессмысленным Это паломничество Должно было научить его истинному раскаянию До сих пор вся его жизнь была полна греха Грешник, который хочет покаяться Должен бояться Я заставил его бояться Но ты единственный, кто грешен Ты единственный, кто убил Какие страдания Бог приберег для тебя Я буду страдать Когда я помогу большему числу несчастных душ Вроде тебя Найти путь Твое время Пришло Люк! Нет! Оставь его! Назад, Котфайль! Как ты будешь страдать? Скажи мне! Я схватил убийцу Нет Он здесь У меня Теперь ты не должен продолжать Думаю, должен Если бы я слушал отца Ни моего Ни его Мой отец был бы еще жив Вина за то, что случилось Не твоя Но я все же ее чувствую И всегда буду Думаю Субтитры создавал DimaTorzok О, Адам, ты так ничего и не понял? Люк сказал страдания и раскаяния Мне неинтересно, что говорил Люк И тебе следует забыть все, что он тебе говорил Но я грешен Тогда молись о прощении В этом мире так много людей рождаются для боли, которую они не выбирали Твоих молитв достаточно Больше ничего не требуется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok